И мы сегодня будем обсуждать очень важный вопрос, вопрос, что было в Советском Союзе, что для нас Советский Союз. Исторические уроки Советского Союза, как положительные, так и отрицательные. А также мы будем с вами обсуждать, какие перспективы, какие проецирования мы можем делать на будущее в плане создания общего евразийского интеграционного пространства. Какие тенденции мы видим в этом плане и как бы мы хотели видеть будущее нашей страны в этом общем интеграционном пространстве. Должен сказать, что мы получили приветствие от известных российских политологов, от известных абхазских политологов. И я могу сказать, что в этом плане просто зачитать несколько строчек приветствия Александра Крылова, известного политолога, который пишет. Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей конференции, посвященной 100-летию СССР в Ереване. В современной ситуации ее тема приобретает особую значимость и актуальность. Уверен, что проведение конференции принесет весомые результаты и большую пользу всем народам, которые объединены общей историей, ценностями и идеалами. С наилучшим пожеланием президент научного общества Кавказоведов Александр Крылов. В своем обращении к нам президент Фонда делового сотрудничества Вахтанг Пипе из Абхазии пишет, что желаю вам всего того, что вы делаете для создания новой конструкции государства. И в этом деле успехов. Я буду стараться быть всегда рядом с вами и в дальнейшем принимать активное участие в подобной работе. Я не буду засчитывать все приветствия, их много. И должен сказать, что у нас предусмотрены доклады. И потом будет обсуждение по этим докладам. Для первого доклада я хочу предоставить слово очень известному у нас ученому, Карену Гамлетовичу Хачатаряну, заместителю директора Института Истории РАН, Национальной Академии Республики Армения. И недавно как раз мы знаем, что вы презентовали книгу и провели тоже интересную конференцию, научную конференцию в Академии наук. Продолжение следует...